Здравствуйте, дорогие мастерицы! С вами Ольга Иванова. В этом видео мы будем делать розу из ленты в стиле канзаши. Итак, приступим. Для работы нам потребуется атласная лента шириной 2,5 см и длиной 7 см. Подгибаем края ленты и прошиваем. Далее стягиваем и закрепляем нить. Первый лепесток свернем в бутон, прошьем у основания и обрежем ненужную часть. Дополним наш бутон еще двумя лепестками, приклеим их друг напротив друга. Итак, в нашем бутоне будет три лепестка. Первый лепесток первого ряда приклеиваем наполовину, второй приклеиваем внахлёст, а третий подклеиваем под первый. Каждый последующий ряд цветка будет собираться точно так же. Изменяться будет только количество лепестков. Приступим к сборке второго ряда. Первый лепесток приклеиваем наполовину, затем три лепестка внахлёст. И последний лепесток подклеиваем под первый. Аналогичным способом собираем третий ряд. В нем 7 лепестков. Четвертый ряд имеет 9-10 лепестков. Принцип сборки тот же. Переходим к пятому ряду. В нем 12-13 лепестков. В шестом ряду 14-15 лепестков. Теперь немного меняем способ приклеивания. Чтобы роза раскрывалась, небольшое количество клея наносим только на основание лепестка. Далее переворачиваем розу и собираем седьмой ряд, состоящий из 15-16 лепестков. Здесь точно так же, как в шестом ряду, клей наносим только на основание лепестка, чтобы роза лучше раскрылась. Основная работа выполнена. На эту розу мне потребовалось примерно 70 лепестков. Из квадрата 5х5 см делаем листики. Для этого сначала оплавляем центр ленты, а затем вырезаем лист. Подправляем лист, придавая нужную форму. Обработаем края заготовки. Нижнюю часть листа просто оплавляем над огнем, а верхнюю, видимую, оплавляем и подгибаем. Нам потребуется 5 листочков. Основание для розы делаю из 5 см фетровых лепестков. Это не лучший вариант, но листового фетра у меня, к сожалению, нет. Два круга закрепляю на ободке и двумя маскирую основание розы. Примеряем и склеиваем между собой листочки. Наносим горячий клей и закрепляем на розы. Вверху у нас будет 3 лепестка, внизу 2. На основание обильно наносим клей и приклеиваем розу. Чтобы работа выглядела более аккуратно, листочки приклеиваем к ободку с помощью клея Мамин Кристалл Гель. Чтобы иметь возможность украсить ободок стразами, предварительно оплетите его лентой. Также можно добавить небольшое количество маленьких страз по контуру листиков. Наш ободок готов! Если этот мастер-класс вам понравился, не забывайте ставить лайки, комментировать видео, а также делиться им со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok